Всех приветствую на своем канале. Я продолжаю строить свой будущий дом. В предыдущем видеоролике я выполнил разметку и залил столбы. Сейчас я с помощью гидроуровня выровнял высоту, чтобы будущая лента фундамента была ровной. Перепад получился довольно-таки большой. Длина и ширина фундамента получилась 9,5 метров. Так вот, от верхней до нижней точки перепад составляет почти 8 сантиметров. Поэтому мне пришлось нижнюю точку взять за основу, а то, что вверху, выкопать, чтобы залитая лента была одной высотой. Перед тем, как перекопать весь участок под будущий фундамент, нужно не забыть сделать закладные. То есть под воду, канализацию и электрику. Я уже выкопал ров заведомо. Довольно-таки глубокий, кстати. Да, тут у меня по шейку. Выкопов ров я отмерил где-то 2 метра глубину, ну, чтобы не промерзала труба, скажем так. Купил обычно на рынке две трубы. Это труба для водослива с крыши. Ну, в принципе, закладная под будущий водопровод пойдет, в принципе. С работы я взял, там, в общем, не пригавлял от потеплителя. Утепляли трубы горячей воды отопления. Я вам тянул ее на трубу. Под будущую воду, ну, чтобы что-то пудово не промерзало. Далее я также взял для коллекционной трубы. Да, правда, труба с большим напрягом одевалась на эту изоляцию. То есть не уреклитель. Ну, и ничего, слегка попотев, одел ее. Одев в степлительную трубу, трубу я закинул в траншею. Немножко не хватило, пришлось раскапывать траншею. Трубы оказались немножко длиннее. Они, в принципе, выходили за границы будущего фундамента. Но немножко их пришлось подкопать. Вот так они выглядят. Далее нужно все засыпать песком, как положено. Слава богу, песка я закупил достаточно. Где-то на сантиметров на 15-20 я снизу на земле покрыл трубы эти. То есть, помимо того, что там был утеплитель на 2 метра на трубе, я сверху как песком. Ну уж, чтобы наверняка. Надо делать нормально, чем потом мучиться. Все, засыпал песком. Я уже вылез в траншеи и стал закапывать траншею. Траншея закапывалась легче, чем откапывалась. Когда до уровня земли оставалось уже полметра, я положил третью трубу. Это закладная под электрику. С закладными закончили. Приходим к опалубке. Доски стоят дороговато сейчас. Где-то 7-8 тысяч за куб. Мне нужно было где-то 6-7 кубов. Ну, случайно, че случайно, на авито видел, что, в принципе, со стройки возят доски бесплатно. Квас одну такую машину я себе заказал. Посмотреть, что это такое. Можно ли из этих досок собрать что-то приличное. Или все-таки буду закупать. Ну, поковырявшись, в принципе, мы сейчас посмотрим. Можно из этого хлам на счет собрать или нет. В связи с тем, что стройка у нас бомжатская и доски он бомжатские, лепить мы будем из того, что есть. Мы еще живы. Пришло время собрать опалубку. Ну, скажем так. Из той кучи, что приехало, собираем сейчас потихоньку. Скажем так, последовательность я буду снимать. Собрал один из четырех квадратов, который пока без распоров стоит. Посмотрим, что получится. Ставлю внутренний распор, где в будущем будет усыпаться земля. Добавляем себя. Пусть ее. Круто. Три. Идеед, Шикарни Субтитры сделал DimaTorzok 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 Далее я взял техническую пленку Стоит у нас недорого 100 метров стоит порядка 1000 рублей или 1200 Она двойная прочная в принципе весь песок и покрыл технической пленкой это чтобы когда я буду выливать бетон на песок песок всю влагу не забрал в себя ну и оказалось что пленка довольно таки прочная она будет с нижней стороны служить как гидроизоляция ну или я просто сам себе внушил и нафантазировал ну все в принципе я все покрыл все блоки все четыре квадрата скажем так мини фундамента укрыты заглушил я все закладные пришло время арматуры я специально лезал метров арматуры вот тут хорошо видно я их по всему фундаменту обнес натыкал скажем так забил и сейчас к ним я буду уже глин арматуры вязать ну вот видите уже готово арматура навязана то есть вот центр вся арматура проходит через столбы поэтому это все единое целое скажем так я ходил проверял крепко ли не шатается ну сделал на совесть по где даже по три по четыре раза я не стоял прыгал так что в принципе надежно ну в принципе нижний ряд я уже закончил залазить не буду сейчас я просто возьму арматуру и нанесу ее сверху ну вот видите тоже готово эта съемка уже идет прямо перед миксером вот он подъехал то есть сейчас будет бетон литься то есть хочу показать что в принципе это уже конечный вариант опалубки все связано арматурой видите осталось только грамотно это все залить и при заливании туда не провалиться на арматуру ну что ж время для бетона на глаз может быть видно что с учетом того что арматура вроде бы ложилась уже на ровные кубы есть маленькие перепады высоты ну вот и начал стрелиться бетон бетон заливался через насос под большим давлением так что в принципе трамбовка особо то не нуждалась бетон сначала заливался вниз в низине фундамента там должна быть лента а потом уже подлилось сверху честно говоря заливать с помощью такого насоса гораздо проще чем если бы бетон подавался через корыто или же возить ручную корыту так после того бетон был залит его нужно было выровнять поначалу выронил лопатой потом вот этим приспособлением было крайне удобно потому что арматура торчала в итоге я взял мастерок в итоге я взял мастерок и мастерком гораздо было проще да и красивее то есть то есть весь фундамент 83 квратный метр выровнять мастерком ну в принципе бетон твердеет долго поэтому на все это хватило времени в итоге в итоге получилось очень даже неплохо погода тоже взял на руку была пасмурная погода поэтому бетон поливать не пришлось ну все вы видите итог кропотливой работы фундамент высох более-менее ровненький без трещин ну все всем спасибо хорошего дня спасибо